Катаракта. Что это такое и как быстро решить проблему? Рекомендации эксперта. Что такое катаракта? Катаракта с древнегреческого, катарактас это водопад. Таким образом люди оценивали причину снижения зрения, то есть в глазу начинался водопад. На самом деле катаракта это помутнение хрусталика, это такая линза внутри глаза, которая в норме прозрачна. Состоит она из белка и воды и вот особая организация белка делает хрусталик глаза прозрачным. И вот любые помутнения, которые возникают внутри хрусталика, называются катарактой. Как понять, что у тебя катаракта? Признаки и симптомы? Механизм развития катаракты заключается в помутнении белка, который находится внутри хрусталика. Соответственно ухудшается передача света, изображение может искажаться, либо меняется цветовосприятие. Собственно говоря, такие жалобы могут появиться у пациента. Он начинает хуже видеть, ему сложнее справляться с привычными нагрузками в виде чтения или управления автомобиля. Причем здорово зависит от того, на каком освещении это выполняется. То есть на ярком свету может быть ухудшение изображения в связи с тем, что зрачок сужается. И помутнение, даже крохотный, значительно ухудшает качество изображения. В связи с изменением цвета катарактального хрусталика меняется цветовосприятие. И в принципе еще могут объекты увеличиваться в количествах. То есть при взгляде, например, на яркий источник света, на ту же луну или звезды, их количество может вырасти до 16 раз. Описываются такие случаи в литературе. Самыми типичными жалобами являются жалобы на ухудшение зрения. Нет отдельных советов, что нужно делать при подозрении на катаракту, при подозрении на голову коммун, при подозрении на макулодистрофию. Есть один общий совет, так как это выполняется в цивилизованном обществе. Пациент старше 40 лет должен раз в год проходить консультацию узкого специалиста, в данном случае офтальмолога. Катаракта это диагноз, который легко устанавливается при рутинном осмотре глаза, при расширенном зрачке, осматривается специальным биомикроскопом хрусталей глаза и все помутнения прекрасно видны. Можно ли вылечить катаракту или замедлить ее развитие медикаментами? Лечение катаракты, к сожалению, к чему я говорю к сожалению, потому что любая хирургия это крик отчаяния, лечение катаракты только хирургическое. То есть пока многолетние попытки вылечить катаракту при помощи капель, каких-либо таблеток, воздействий световых или другими электромагнитными волнами, они не привели к результату. Более того, крупные корпорации, которые занимались производством таких медикаментов, сейчас публично от этого отказываются. То есть перестают выпускать капли для лечения катаракты. И когда мы видим в литературе, в рекламных газетах о том, что вот за сумму скромную можно вылечить какими-то каплями или таблетками или пищевыми добавками катаракту, это ложь, это обман. По сути в развитии катаракты лежит денатурация белка. Мы говорили, что хрусталик состоит из белковых молекул. И вот эти молекулы, они как бы слипаются, теряют свою прозрачность. И давайте себе представим, что мы изобрели такое лекарство, которое яичный белок, который по сути является аналогом хрусталика, при использовании этих капель или таблеток, из мутного, мы его подержали в горячей воде, яичницу пожарили, вдруг становится прозрачным. Это нереально. Точно так же консервативно излечить катаракту невозможно. Поэтому я говорю, к сожалению, лечение катаракты только хирургическое. Как навсегда избавиться от катаракты? Попытки хирургического лечения выполняются с давних-давних времен. Современные методы лечения, я имею ввиду факоэмульсификацию, появились в 70-х годах прошлого столетия. Разработчиком метода факоэмульсификации, то есть удаления хрусталика при помощи ультразвуковых колебаний, стал Чарльз Кельман. Это выдающийся американский ученый, который, находясь у стоматолога, обратил внимание, каким образом стоматологи расправляются с зубным камнем при помощи ультразвуковых наконечников. И, вернувшись к себе в клинику, он попытался воплотить это в прибор, которым можно будет выполнить операцию на глазу. Надо сказать, что это были героические усилия. Он прошел очень сложный путь, потому что поначалу наконечник, который он сделал, весил 2,5 килограмма. Операция длилась более двух часов. И, как пишут современники, глаза, к сожалению, к концу операции редко представляли собой функциональный интерес. То есть перспективы увидеть у этих глаз не было. Но прогресс, наука, самоотверженный труд ученых привели к тому, что в данный момент наконечник для удаления факоэмульсификации весит меньше, чем 100 грамм. Операция длится в умелых руках не более двух минут. Так, например, у нас в клинике работает выдающийся хирург Андрей Владимирович Коваленко. Ему принадлежит украинский рекорд. Это 1 минута 56 секунд. От начала до конца удаления катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. В чем суть операции по удалению катаракты? В оболочке глаза производится крохотный разрез. Он редко превышает 2 миллиметра. Вскрывается передняя капсула хрусталика. Хрусталик состоит из передней и задней капсулы и содержимого. Образуется в передней капсуле отверстие диаметром обычно 5 миллиметров. При помощи ультразвукового наконечника содержимое хрусталика удаляется. И через этот же разрез, без увеличения, вставится искусственный хрусталик, который занимает свое место внутри хрусталика и позволяет человеку видеть. Собственно говоря, вот сколько я рассказывал, столько может длиться и операция. То есть, это обычно от 2 до 15 минут. Какие самые современные методики удаления катаракты? Первые попытки хирургического лечения катаракты, они заключались в том, что глаз прокалывали тонким металлическим инструментом. Это было, конечно, в 17 веке. Известные фамилии. Таким образом лечили Баха, Гентеля. К сожалению, эти операции не дали, не вернули им зрение. Они так и остались слепыми. Так вот, металлическим тонким наконечником прокалывается оболочка глаза, подводится под контролем зрения к хрусталику. Хрусталик срывается, обрывается со связок своего места, уходит со зрительной оси, свет попадает в глаз и человек с очками может видеть. Такая операция называется реклинация. По сути, верно, но хрусталик из глаза нужно выводить, а для того, чтобы хорошо видеть, нужно использовать искусственный хрусталик. Поэтому современная операция заключается в том, чтобы аспирировать содержимое хрусталика, мутные белковые массы, которые бывают в своем развитии, становятся очень плотными. А в Украине это специфика нашей страны, то есть много запущенных случаев. И хрусталики иногда бывают каменной плотности, требуют значительных временных и энергетических затрат, чтобы этот камень превратить в эмульсию, которая выводится из глаза. После этого внутрь глаза вводится хрусталик, как я уже говорил, из гибких пластмасс. Он разворачивается в глазу, потому что имеет память формы, занимает свое место, и человек практически сразу же начинает видеть. Обезболивание на современном этапе достаточно использовать капель анестетиков. Иногда вводятся анестезирующие препараты внутрь глаза. Зрение восстанавливается практически сразу же, как только пациент встает со стола. То есть уже через 10 минут человек, который до этого мог быть слепым, десятки лет, у нас есть такие примеры, он сразу же начинает видеть. Надо сказать, что наука не стоит на месте, и каждый год появляются какие-то новые изобретения, новые достижения, которые с космических технологий, с высочайших технологий, которые используются в мире, переходят в медицину. И в частности в хирургию катаракты. Так, несколько лет назад у пациентов во всем мире появилась возможность использовать для хирургии катаракты специальный лазер, он называется фемтолазер. У него крайне короткая длина волны, что позволяет производить разрезы в прозрачных тканях на любой глубине, не вызывая их ожога. На настоящий момент использование фемтоассистенции, то есть помощи фемтолазера при хирургии катаракты, является уже рутинной техникой в большинстве европейских стран, Соединенных Штатах и предлагается в системе клиник Новый Зир. В чем преимущество фемтотехнологий, которые уже сейчас становятся рутинными для европейских стран, Соединенных Штатов и используются широко в Украине в системе клиник Новый Зир? Это возможность выполнения всех основных разрезов и дробления ядра хрусталика еще до начала операции без вскрытия глазного яблока. То есть при помощи этого сверхточного высокоэнергетического лазера, который не вызывает ожога прозрачных тканей, хирургу удается сделать основной дополнительные разрезы, сделать разрез в передней капсуле хрусталика, раздробить ядро, что существенно после начала операции уменьшает количество манипуляций, уменьшает травматизм и дает, естественно, хорошие функциональные результаты, более быстрое восстановление остроты зрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова